Сочетание подвижности и живучести, сейчас есть выбор только из классических гусеничных корпусов. Пока! Знакомьтесь с Крусейдером. Новый парящий корпус создан для тех, кто предпочитает золотую середину. Скоростные рейды во вражеский тыл или позиционная оборона, ему все под силу. При этом не забываем, что это парящий корпус, а значит перевернуть его куда сложнее. Плюс вам доступен такой важный элемент, как стрейф. Как и Арес, Крусейдер имеет собственную пушку. Но в отличие от Ареса, шар которого движется не спеша, при этом наносит урон врагам и лечит союзников, выстрел Крусейдера сильно отличается. Выстреливаемая им сосулька? Да, вы не ослышались. Тактическая боевая сосуля класса земля-земля летит быстро, бьет больно, замораживает врага и растаев, не оставляет никаких следов. Идеальное оружие. Уже на следующей неделе корпус появится в игре в раннем доступе. Следите за новостями. И всем привет, ребят. С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Именно таким нам в последнем видеоблоге показали новый корпус. Корпус я, честно говоря, давно уже знал о том, что этот корпус будет. Я имею ввиду именно средний корпус, такой же парящий, как Хоппер и Арес. То есть у нас выпустили сначала тяжелый корпус Арес, потом выпустили легкий Хоппер. И, понятное дело, было уже логично, что средний корпус такой же механики у нас будет. Пока что, если честно, не так много информации по поводу данного корпуса. И сложно вообще сказать, будет ли он имбой или нет. Потому что это самый главный вопрос, который волнует всех. И уже, если уж сказали в видеоблоге, что через неделю будет данный корпус в раннем доступе, то это значит, что уже к выходным, следующим, полноценно к... Ну, ближе к десятом, я думаю, что числам, уже появится у нас корпус в игре. И мы сможем вместе с вами полноценно его затестировать на моем, можно так сказать, тестовом аккаунте. Да, который у меня есть и на который там выдаются всякие замечательные такие вот корпуса для обзоров. И уже понять, что из себя представляет данный корпус. Но сегодня я лишь смогу вам рассказать свои предположения и свои мысли по поводу него. Я думаю, что стоит запикаться в какую-то определенную катку. Давайте, пусть будет это быстрый бой. И пройтись по всему тому, что мы имеем. Мы имеем средний корпус, парящий, такой же самый стрейпящийся, как и Орес и Хоппер. Количество здоровья которого будет такое же самое, как у Викинга, Хантера, Диктатора. То есть, это при фулл прокачке МК-8 это 3000. Да, если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Давайте лучше перепроверю, а то я сейчас какой-то ерундой не говорю. Так, улучшение. Да, 3000, все правильно. 3000 хп. Это полноценно хорошее количество здоровья, с которым можно комфортно играть в боях. Можно неплохо реализовывать, если овердрайв будет имбующим, ну, либо хотя бы находящимся в балансе. Потому что, как вы понимаете, сейчас от овердрайва очень многое зависит. И просто корпуса, который будет парить, имея среднее количество здоровья, этого будет мало. Поэтому овердрайву, что мы имеем? Мы имеем механику овердрайва, как у Ореса. Только если у Ореса это шар, то там у нас будут какие-то льдышки. Я не знаю, как это будет работать, но, как по мне, механика должна быть такая же самая, как у Ореса. Только скорость этого овердрайва, полета той самой льдышки, будет значительно больше, как уже нам и сказали. То есть, я предполагаю, что при прожатии овердрайва, буквально там за пару-тройку секунд, этот овердрайв может пролететь полноценно всю карту. Если же это так и будет работать, и при этом этот овердрайв будет наносить большое количество ХП, которое будет он наносить по противнику, плюс ко всему прочему, он будет, я так понимаю, замораживать и уничтожать, то это может стать новым имбалансным дроном. Но, ой, дроном говорю, овердрайвом. И новым имбалансным корпусом, соответственно. Но, здесь есть свои, конечно же, определенно подводные камни. Есть вопросы по поводу того, насколько быстро будет этот овердрайв, да, насколько большое количество урона он будет наносить, да. То есть, если у нас арес овердрайв и хилит, и бьет по противнику, то здесь нам сказали лишь про то, что он уничтожает и морозит, да. То есть, заморозка это очень неплохая вещь, да, например, для дефа, да. То есть, вы можете задефить нормально, прожать там овердрайв и всех противников там заморозить, как условно вы можете сделать на диктаторе, да, за счет овердрайва, который раздает расходку и, плюс ко всему прочему, еще и морозит танки. Урон это, наверное, самая важная часть, которая будет заключаться в этом овердрайве, да. То есть, если урон овердрайва будет маленький, то уже шанс того, что этот овердрайв и корпус в целом будет имбой, очень мал. Также, очень многое зависит от скорости перезарядки самого дрона. Если перезарядка дрона и накопление его будет быстрой, например, за минуту или за полторы, да, в крайнем случае, овердрайв у вас будет, да, то есть, это будет примерно среднее время любого адекватного овердрайва, и он будет при этом наносить большое количество урона, то этот корпус может стать имбичей и тем самым корпусом, на котором в дальнейшем большинство игроков будут играть. Я, с точки зрения разработчиков, наверное, уверен в том, что овердрайв должен быть реально жесткий, потому что выпустили у нас арест, который говорили, что, ну там, как бы делали там два года, да, и то есть, разговоров было очень много, и все, как бы, изначально должно было складываться в том ключе, что корпус будет реальный имбой, да, то есть, там, летающий парящий корпус, тяжелый, там, уникальный овердрайв, все дела туда-сюда, но на выходе мы, как бы, ничего хорошего в этом плане не увидели, никакой имбы в целом мы тоже не увидели, да, мы выполнили супермиссии, мы прокачали арест и забыли про него, потому что тяжелый парящий корпус, это фигня. После него, как разработчики, я так думаю, что поняли, что корпус, как бы, ну, такое себе, типа, его особо никто там не покупает, никто на нем не играет, сделали легкий корпус. Тут уже сделали акцент на имбующий овердрайв и на то, что это, как бы, быстрый, легкий корпус и нашли игроки уже свое применение этому корпусу и, понятное дело, что на данный период времени, как по мне, это один из самых жестких и имбовых корпусов, да, когда у нас, например, был в игре эксперимент с 4К хп, то, как по мне, это был вообще лучший корпус и все, кто имел хоппер, был в огромнейшем преимуществе над любым другим противником, потому что вы могли и доставлять, и жить, и нагибать, то есть у вас все было максимально круто, комфортно и корпус показывал себя наилучшим образом. Теперь у нас вводят аналог, можно так сказать, хоппера и аналог ареса, что-то между, то есть у нас сложили имбу одну, сложили другую, не имбу. У нас должно получиться, как по мне, что-то между, правильно? Ну, это логично. И если при всей моей раскладке овердрайв, как я уже сказал, будет с хорошим уроном, а также с быстрой перезарядкой, мы получим новый имбалансный корпус. Это вот все те моменты, которые я мог для себя в совокупности сложить из той информации, которой у нас было. Да, возможно, вы там кто-то скажете, так тут же как бы ничего сложного не было, но я думаю, что для кого-то определенно подобного рода информация была бы полезна. Да и для меня узнать вашу точку зрения и позицию тоже всегда приятно. Возможно, вы даже что-то лучше разбираетесь, чем я, да, и напишите в комментариях к этому видосу, что вы думаете по поводу этого корпуса и как вы считаете, там будет это имба или нет. Ну и понятное дело, что в последнее время если уж разработчики делают акцент на том, что как бы баланс меняется туда-сюда и в принципе на подобных корпусах можно нормально поднять, да, то исходя даже с такой точки зрения и такой теории, можно понять, что этот корпус должен из себя показывать что-то хорошее. Но надежды могут стать ложными при одной простой причине, если механика этого овердрайва будет не такая, как я думаю, да. То есть, если, например, та самая сосулька будет лететь не так быстро, оверурона будет не так много она давать, морозить не будет сильно, то толку от этого корпуса не будет, потому что средний корпус на стрейфах это тебе нелегкий корпус, который быстро маневрирует и быстро преодолевает противника, да. Это все-таки вот как арес, видите, он плывет медленно, траекторию легко просчитать, и ты особо ничего сильного не сделаешь, да. Как ты можешь делать с легким корпусом, ну и по всему прочему, да. Ну, станет такой же арес и станет арес. Либо станет крутая имба. Узнаем вместе с вами уже, я думаю, что через не такой уж длительный период времени я постараюсь для себя как можно скорее при том раскладе, что мне как бы выдадут, да, записать видос, пообозревать, рассказать вам все, что я думаю, ну и убедиться в том, был ли я прав, да, что вот именно по таким критериям можно определить имбовость или не имбовость корпуса. Пока что я могу для себя лично сказать, да, то есть я думаю, что ну это будет не тот корпус, на котором мы все с вами будем играть. Мне так кажется. Все-таки копер сделан в таком ключе, что при картах, где нет мяса, где нет, например, условных 16 на 16, да, он себя показывает будет максимально великолепно, да, и если задуматься о том, что сможет сделать средний корпус, да, при даже имбовом овердрайве, да, мне, ну, в моей голове, например, не укладывается, что это будет какая-то люка, да, и даже как бы я бы не хотел бы сказать, что да, это будет корпус, по которому мы все с вами играть будем, я со своей точки зрения не могу такого сказать. Я почему-то уверен, что это обычный средний корпус с новой механикой, возможно, да, и то сложно называть ее новой механикой, потому что мы уже будем иметь просто третий корпус с летающей, да, как бы основой. Ну, и, как бы, исходя из всего этого, я, как бы, ну, уже не думаю о том, что это будет какая-то такая сверхкрутая темочка, но, возможно, просто это будет средний корпус в балансе, и кому-то он понравится больше, кому-то меньше, но условный там викинг, да, все так же будет разваливать кабины, потому что мы не получим сверх жесткого овердрайва, да, то есть если хоппер, когда только анонсировали, когда его показали, я, ну, для себя понял, что это прям, ну, реально люто имба, то есть ты прыгаешь и стопишь, еще и поджигаешь противника, да, хоть не так сильно. А тут как бы, ну, типа овердрайв, пожалуй, там, подморозил, нанес какой-то урон, да, то есть как бы уже, как бы, с точки зрения той, что он будет морозить и наносить урон, у меня уже в голове складывается то, что он, значит, не будет наносить столь много урона, да, то есть если, а для чего тогда морозить, если ты как бы наносишь урон, да, то есть ты как бы, если с аресом, например, ты сразу уничтожаешь противника, да, там, то есть заморозка вообще ни к чему, то есть значит урон будет не столь большой, но это чисто логически, если подумать, и поэтому как бы, ну, средний корпус и средний корпус, поживем, конечно, увидим, это лишь моя теория, да, я изложил свою точку зрения по поводу данного корпуса, исходя из того, что у меня было, но вас я лишь могу попросить высказать свои какие-то определенные мысли в комментариях под данный видеоролик, напишите, что вы думаете по этому поводу, ну, и если вам понравился данный видеоролик, то тоже поддержите его лайком, подписочка на канал будет мне очень бомбически, да, если вы все эти движения выполните. У меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.